Приветствую вас, и смотрите, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание. В кофе, в отличие от алкоголя, например, табака, наркотиков, нет веществ, которые вызывают у людей зависимость. И, таким образом, можно констатировать, что вы не можете быть физиологически зависимым от кофе, просто потому, что физиологически это невозможно. Невозможно. То есть, на физическом уровне, как вот, например, в случае с табакокурением, у вас зависимости нет. А что есть? Спросите вы. А есть у вас раризма психологическая? То есть, какие-то свои проблемы вы решали и продолжаете наверняка решать через это самое кофе. То есть, у вас есть некоторые условия в жизни, некоторые причины в жизни, которые заставляют вас или подталкивают вас к тому, чтобы регулярно потреблять кофейный напиток, ну, кофе. И вот, чтобы избавиться, отказаться от кофе, хотя это тоже момент, ну, многие люди пьют кофе по утрам и в этом нет ничего плохого. Нужно понять, как у вас проявляется эта привычка, значит, привычка пить кофе. Насколько она вредит вам, есть ли вред от этого. Может быть, если кофе вам никак не вредит, про вред вы не написали. Но если кофе никак вам не вредит, то, может быть, имеет смысл оставить его, раз она помогает вам влежать какие-то проблемы, потому что вообще-то кофе, оно не вредно. А натуральный кофейный напиток, он даже полезен, он тонизирует. И ваш вопрос, он, значит, имеет смысл вам в обязательном порядке, вот, подумать о том, какие обстоятельства, какие жизненные условия, ситуации спровоцировали у вас такую вот привычку. Потому что именно психологическая зависимость у вас от кофе, она имеется, и она будет до тех пор, пока вы не поймете, что это за условия, и не пересмотрите средства решения определенных задач. То есть, смотрите, я вам пытаюсь объяснить немножко, может быть, по-другому, чтобы вы их поняли. Различные жизненные ситуации создают, как бы, ну, условия вашей жизни. Различные жизненные ситуации позволяют вам более полно, более, ну, адекватно представлять себе задачу, которые у вас есть. И эти задачи вы, как раз таки, и решаете. Вот, какие-то задачи вы решаете через кофе. А я не знаю здесь, какие именно задачи вы решаете через кофе, потому что нужно анализировать вашу жизнь, анализировать то, что вы, то, как вы живете, что вы делаете и так далее. Но, одно можно сказать точно, что средства для решения задачи вы видите не совсем верно, вы видите не совсем правильно. И из-за этого у вас и возникает вот такая вот зависимость, потому что средства для решения определенной задачи, например, вызывать у себя бодрость, например, отвлечь от чего-то, например, снизить напряжение и так далее. И пока вы не поймете причину зависимости, пока вы не сможете удовлетворять свое желание, свою потребность, но по-другому, пока вы не осозняете потребности, вы так и будете тяготить кофе, потому что у вас это привычная модель поведения для удовлетворения потребностей. И чтобы ее изменить, нужно осознать потребности, нужно осознать потребности, осознать желание. И тогда у вас получится отказаться и от кофе тоже. Но это если вот говорить прямо, знаете, непосредственно о вашем запросе. А вообще мне бы хотелось прежде чем говорить об этом, проанализировать, а так ли вообще вас кофе вредит. Но вот если у вас нет проблем с сердцем, если у вас хорошая нервная система, если кофе вам не противопоказан, то тогда какие могут быть проблемы, какие могут быть, ну, ребятствия для того, чтобы пить этот самый кофе. Я не очень это понимаю. Я надеюсь, что вы как-то вот поясните свой запрос более подробно. И если вам не сложно, то сделайте это мне в личку, потому что если вы свой вопрос просто дополните, то я могу этого не увидеть, потому что, ну, не очень удобная система оповещения, дополнения к вопросу. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно закончить пока, что желаю вам всего доброго. Надеюсь, что помог, если какие-то вопросы у вас остались ко мне, обращайтесь, помогу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова